Игнат Тихонович, два вопроса, два отзыва появилось в интернете от митрополита Сергия Барнаульского и они не совсем совпадают с друг другом, об лагере Стане и об вас. Можете вы пояснить это? Почему так? Ну, как правило, меня там не было, когда он говорил. Я бы записал на ролик, видел и разговор был другой. Но на днях выставляют в интернете вот такую вот. Это наша форма. Считай. В редакцию РНЛ... Вот, вот, вот. По порядку. Что ты? Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. А разница какая проповедник и исповедник? Проповедник это проповеди, говорит, исповедник, который исповедует его какие-то гонения, как Максим Исповедников. Гонения, тюрьма, лагерь, психиатрия, что угодно. Но это последняя ступенька перед мужчиничеством. Если бы умер там, даже в лагере, это мужчиник уже был бы. 22.08.2016 года. В редакцию РНЛ поступил ответ митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия в связи с деятельностью Игнатия Лапкина. Русская народная линия... Вот кавычки открываются. Уже сообщала о конфликте вокруг детского лагеря в деревне Потеряевка в Кочинском сельсовете Мамонтовского района Алтайского края. Основателем и руководителем которого является Игнатий Тихонович Лапкин. Месяц назад лагерь посетили сотрудники Роспотребнадзора. По результатам обследования лагерь был закрыт. Это пишет... Вот, русская народная линия сообщала. Ну, я попутно, чтобы не уходить-то далеко, сказать-то о конфликте. Так. Лагерь был закрыт. По результатам обследования. Нет, не так. Лагерь Роспотребнадзором не был закрыт. Я такого приказа не видал, и бумаги не было. В первый счет, меня бы уведомили. Не было. Когда 18 июля в 22.00 приехала полиция, меня в лагере не было, конечно, то дежурные сразу подняли тревогу, и лагерь скрылся. Бежали дети. И поэтому с мужчинами, с первыми, ушел один воспитатель, а с девочками другой. Так что они сами это снимали. Я узнал это дело и сказал, лагерь расформировается, больше лагеря такого не будет. Все. Я его закрыл сам. Самовластно. Я его образовал, и я его закрыл. Как Тарас Бульба говорит, я тебя породил, и я тебя убью. Я не сказал, что с детьми не буду заниматься. У меня стояла четкая задача. А родители звонили, там, со слезами. Только моих детей не отдавайте в полицию, другое. Нас пугают, заберут, их колоть будут там. Мне звонили. Я не отвечаю за это. За достоверные слова. Но сходится, что именно так и было. Потому что если бы один позвонил, а то звонили родители, которые друг с другом не имеют общения, друг друга не знают, а говорят одинаково. Ну, я работал как следователь. Знаю, что это такое. Заключен он. Лагерь ими не был закрыт. Дальше. 27 июля 2016 года в Барнауле, улице Папанинцев, 130, кабинет 415, должно было состояться судебное заседание по данному делу. 27 июля. Июль это седьмой месяц. А это 22-го. То есть это написано, это 18-9 дней после закрытия лагеря. Они там еще говорят о закрытии. Они даже не знали. Поэтому Роспотребнадзор, ну, практически видно, они не закрывали. Они подготавливали это. А подготавливать не надо. Как обычно там сопротивляются, или детей забрали, в автобус посадили, там много часов держали, ни пить, ни есть, не давали. Там пишут разные. Там лагеря такие. Там Аватгард, кажется, Рекрут, что-то такое вот у них. У меня этого не было. Я детей спрятал и не отдал. Распределил по деревне, и они уже были как гости. Дальше. Судебное заседание было. Ну и кончилось чем? Я не знаю, сейчас найду это или нет. Суд. Подожди минуточку. Вот. А сейчас мы можем увидеть даже полностью. Суд. Есть или нет слово суд? Суд, блин. Нету? Нету. Нету, да? Ну-ка, давай вот здесь найдем. Посмотреть надо сейчас. Я не подготовленный так это время трачу. Суд. Тоже нету. Выше, ниже, как... Суббота. Суд. 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 Суд, вот. Они говорят как. Судья постановил. Считаем. В конце. Это уже идет страница 28. Вот они удалились на час вынесения решения. Судя будет через час. Судья. Спустя час. Судья постановил. Производство. По делу об административном правонарушении по статье 6.3. В отношении местной религиозной организации православных христиан крестовозвиженской общины города Барнаула юридический адрес улица 2 строительная 6216 прекратить в связи с отсутствием в деятельности состава административного правонарушения. Ну об этом-то надо говорить. Суд, 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 суд. Суд еще постановил. Ничего и нету. А они тогда против меня. Хотели уголовное. Нигде опять ничего нету. То есть это или пугали, или Господь придавил и ничего не слышно. Ну нету, нету. Ну женщина какая-то пришла там и говорит. Судья Зарецкая. 10 дней прокурором должны были обжаловать. 27 июля, а уже у нас 28 августа. То есть нет нигде. Значит они не подали на обжалование решения судей. Так и слава Богу. Мы знали, что суд наш самый честный и справедливый. Они могут обжаловать его еще. Но мы будем усиленно молиться. Ой, я своим ушам не поверила. Женщина еще. А что говорит? А я шла как на торжество. Я знала, что мы победим. Женщина. Уже как победу какую-то считает. И вот спрашивали Сергия. Какая газета. Вроде комсомольская правда говорят там. Мне звонили целыми днями. На разные редакции. Приехать, приехать. С Новосибирской. Из Москвы. Ни под каким видом я говорю не ездить. А не еще, еще раз. Ну я говорю минуты свободы нет. Но воскресенье. В воскресенье не работаем. Так я говорю сегодня пятница. Прилетим. Они так и сделали. В пятницу звонили. А в воскресенье уже были здесь. Россия 24. Афанасьева Анна и Аслан там. Дальше. И вот Сергий Митрополита спрашивает. Кто из чего неизвестно. Это первое мне сведение поступило. Может быть устно он говорил. Но в печати уже было. Дальше. Сергий Митрополит Барнаульский и Алтайский. Игнатий Лапкин состоит в молитвенном и каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию. Как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин. Исповедник. Догматический и канонический... Там написано проповедник. А тут ревностный православный христианин. Да. Так. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Не установлено. То есть устанавливали, смотрели, считали, расследовали. Тем более они сошлись с нашим епископом Евтихием. А Евтихием у нас был 13 лет. И он говорит, Игнатий, вам мне православие никогда не обвините. Он супер православный. Это говорит Евтихий Курочкин. Домодедовский. У патриарха Кирилла был 5 лет. Теперь на покое. Дальше. А как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря. Какую-то общественную деятельность. Эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Хорошо сказано. Дальше. Лапкин. Человек твердых убеждений. Пожилой. 77 лет. Его уже не изменить. Ты пропускаешь почему-то. В скобках. 77 лет примечания автора. Договорить. И ты ничего этого не считаешь. Почему плохо считаешь? Примечания автора. То есть, вот это где-то что-то было сказано, где-то было напечатано. И вот 77 лет это вставка. Пожилой, ну пожилой 60 лет, там 50 лет. 77. А на самом деле 78 год это уже близко к 80 лет. Это уже почтенный возраст. Дальше. Его уже не изменить. Да и не нужно. Понятно как? Вот это я не могу проверить. Кто сказал, какая газета. Но вот это 70 лет примечания автора. Это означает, что в этом вот содержании оно таким поступило. А вот это вставка сделана примечания автора. Тут сходится. Ну, на днях попадает мне на наш форум администрация и пишет. Русское народное время. Дальше. В редакцию русской народной линии поступило несколько противоречивых сообщений о деятельности и личности Игната Тихоновича Лапкина, который называется то православным проповедником, то раскольником и даже сектантом. Тут можно понять, кто это говорил, кто. Я их могу перечислить даже по фамилиям, кто это говорил. Дальше. В связи со смущениями, возникшими в православной среде, главный редактор русской народной линии Анатолий Дмитриевич Степанов обратился с запросом к митрополиту Барнаульскому Алтайскому в Серьгию с просьбой разъяснить ситуацию. Уважаемый владыка! Дальше. Дальше. Вопрос хорошо поставлен. Прямо ответить. Ему поступали такие сведения. Ну, видно, не предвзято. То и другое. Называет так, называет эдак. Он не знает. Обратился совершенно правильно. Он не пошел искать по задворкам, по помойкам. Как вот это, Россия-24, искать банкур-то. Человека, который не встречался, не беседовал, ничего не знает. Ну, то есть, развратитель какой-то. И к нему обращаться. Я знаю, что обязательно он с Дворкиным знается. Где Дворкин прикоснулся, там метастазы поражают мозги, совесть. Все. Это обязательно дворкинские отрыжки. А митрополит Барнаульский Алтайский отвечает, что? Митрополит Барнаульский Алтайский Сергий. На днях в нашу редакцию поступил ответ Владыки Сергия, в котором, в частности, говорится. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Православной Церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Абсолютно точно. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Там этих слов не было. Да. Как обыкновенный гражданин... И сегодня, 28 августа, я причастник, я причащался. Не был отмечен ни на один день. То есть я не запрещен. Дальше. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин, человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. Там этого нету. Нету. Но какому верить варианту? Вот теперь мы увидим. С уважением, Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии. Так они хорошо сделали, сфотографировали это письмо. Ну да, вот верите этому. Вот оно письмо, подпись митрополит Сергий. Вот тут написано. С уважением, Сергий. Вот, с уважением, Сергий. Ну, считай теперь. Проверь. В ответ на ваше письмо. Так, сначала, да? Ну, сходится с этим, ну, про себя просчитать можешь. Вот то, что впереди считали, вот это вот. Степанову. Это, да. Барульская епархия. Ну все, тут уже никуда не денешься. Уже с подписью, печать все сходится. Вот почему. Смысл не нарушен. Евангелие тоже бывает, как разночтение смотрится. Но на самом деле не разногласия, а разночтение. Один, говорит, встречался с двумя бесноватыми, а другой пишет с одним. Так с одним или с двумя? Пришла Мария, говорит, рано, когда было темно, а другая пришла при рассвете. Так когда было темно или при рассвете? Ответ на это дается. Везде толкование дается, что она была не один раз, приходила в такое и в такое время. Тот выявляет только самого буйного, помешанного. Вот это ответ. На этот ответ я отвечаю. Тоже митрополит Сергий ответил грамотно, умно, по совести. Да благословит его Господь. Я как-то писал даже в патриархиве, что Господь услышал молитву и многострадальному Алтаю дал такого простого митрополита. Он был еще и епископом. Он мне письмо сразу же прислал. Я не достоин, чтобы так высоко оценили мою деятельность. И второй вопрос какой? А второй вопрос. Канал ТВ-24. Там прошла передача о лагере Стане. И у людей сложилось двоякое мнение. То ли хорошо о вас говорят, то ли плохо говорят. И вот вы могли бы разъяснить все-таки, какая направленность у этого ролика? Если бы она хотела до конца, но я Анну Афанасию винить не могу. Она не хозяйка. Она написала, а там ее кромсали, видно, что из того, что она у нас снялась 4 часа 40 минут. Только меньше 3% попало сюда в этот 15-минутный ролик. Меньше 3%, но еще спрашивать. Да еще каких носовали-то. Анали вставила, там этого нашла. Кто составлял, пропускал, видно, что не расположен. Зачем бы они этого манкурта-то искали в Кемеровской епархии-то? Вот обратились бы, вот, явно это серьги. А то даже непонятно кто. Стоит, корежит лицо, крутит какой-то как юродивый. Где они его выкопали? У Дарсов Евгений. Он встречался? Нет. А кого берут во внимание? А сказал Маленко, священник. Маленко Олег, священник. А вы не знаете, кто Маленко? Это еретик. И он написал, и они его признают, конечно, нет. А он их... Да московская патриархия для него просто пакость одна на земле. Гнайник. Как он ее костерит везде. Он создал церковь Иоанна Богослова. Что Иоанн Богослов воскреснет. И то есть глупости. Большие тут схватки у него были с там Россием Юрасовым. Но раз он говорит против, они его берут и ко мне кидают. Вообще. Ну к месту ли говорит? Или как Йозеф говорил, Гебберс, чем чудовища и ложь, тем скорее поверят. Так это, а чему верить-то? Этот Евгений, это Ударсов, я только знаю, он получает тысячи матерков. Где ты видел, где ты был, да ты был ли там, да кто ты такой есть? Он даже, креста-то нет, видно, он не священник где-то. Бритая какая-то фигура стоит, ничего православного в нем нету. Конечно, он против. Почему? Он не крещеный, как правило. Может, не раз женатый. Кто его знает, говорится, с кем он спит. Не я же его торговал, выискивал. Еще они на Андрея Кураева тогда напали, когда он все это вскрыл, это заразу. И вот, поэтому говорить, что предвзята она, она не хозяйка, я не знаю. Здесь была она, все по-хорошему говорили. Но что она не духовная, это за версту, говорит, пахнет. Я ей говорю важным, а она по сторонам глазами водит где-то. Я вижу, что ей это не надо. У ней задача была, задача вот этого, на велосипеде, раз я еду, два, три. Зачем три эпизода я на велосипеде еду? А политично? Дальше, что я говорил, вот этого-то почти ничего и нету. А поэтому-то и было видно, кто мы. А этот стоит. Меня потрясло, что дети, что дети. Я не отдал. Ты-то бы этого не смог сделать. Я заранее провел тренировки. А они бегут. Бегут, потому что угрожают. Я детей должен сохранять. А не думать, когда Манкурт обо мне хорошо подумает. Зачем ты нужен-то? Учился в школе, двоечник какой-нибудь. Я спас детей. Родители вернулись здоровых, а они отдали здоровым и получили здоровый. Все. Моя задача была выполнена. А мнение их меня не касается. Ну, конечно, они далеко сделали известным. Некоторые люди заходят. Только через это я о вас узнал. У Бога все выберено. Раскольником называют. Кто расколол? Действительно, щурка колет или колун? Чего я расколол? Покажите. Через меня сколько людей Господь привел в православие? У вас волос на голове меньше. Сколько людей пришло, которые полюбили православие? Притом не просто, а совершенно неверующие. Атеисты. Кришнаиты. Кого только нет. Капо только нету. Язычники там. И колдовством занимались. Это Бог делает. Ну, вот и все. То есть претензий никаких нету. Ну, а лгать это привычное дело. Средства массовой информации. Ну, она не хозяйка. Вот у меня многое здесь есть. Тоже он заходит. Ну, вижу, можно было убрать. Но на время пока терпишь. У меня очень интересный форум. Очень богатый. 1592 темы. Попутно сказать. Заходите. Вот оно где. Кажется, я в больнице был. Вот какие вопросы задают. Смотри. Считай. Вопрос 2191. Кавычки открытым оком. Том 8. Игнатий Лапкин. Подожди, хоть где-то тут. Лапкин. О. Игнатий Лапкин. Вопрос. Ой. Что нового появилось у вас за прошедшее лето 2003 года? Ну, любого спросишь. А ты просчитай, что я отвечаю. Ответ. Был в деревне Потеряевка. Числюсь все же начальником лагеря Стана. Отметили 2 августа 30-летие лагеря Стана. Кроме того, пришлось заново начитать то, что было похищено прокуратурой КГБ в прошлые годы. Оставались, правда, копии, но они были шумовыми дополнениями. И при том, когда переписывали с катушечного на кассетный магнитофон, то еще потеряли в чистоте записи. Пытались очищать через компьютер, но не сумели добиться чистоты. Друзья стали просить, чтобы я еще раз перечитал то, что было утеряно в оригинале. Это полная Библия и архипелаг ГУЛАГ. Долго не лишался. И тому несколько причин. Нет зубов. Начал шепелявить, а вставлять недосуг. Больные бронхи. Часто при малейшей простуде или чуть холодно выхлебнул и уже кашель забивает. И глаза не видят. Нет прежней зоркости. Нужно очень хорошее, как солнечное освещение и крупный шрифт. И когда читаешь, нужно свой голос слышать. А я еще и глухой, как пистель старый. Обязательно необходимо полное уединение, чтобы никто и близко не подходил к тебе. Никаких звонков. Стуков в дверь или в окно. В студии идет запись. Получилось вот что. Ровно за один месяц начитал на компьютер полную Библию с неканоническими книгами. Патриаршего издания 1956 года. 1252 страницы. Звучание 89 часов 55 минут 38 секунд. Объем 5,2 гигабайта. 215 файлов. Для интернета разделили всю озвученную Библию по главам для удобства нахождения нужного текста. Архипелаг ГУЛАГ. Три тома парижского издания «Имко-Цем» и «Имко-Пресс». 606 плюс 657 плюс 582 страницы. Итого 1845 страниц. Объем 3,828 гигабайт. 76 файлов. 67 часов 06 минут 10 секунд. Кроме того, он отчитал свои стихи. Это 362 стихотворения. В основном написанные в этом году летом. Каждый стих по 9 четырехстрочных куплетов. Стали на диски тиражировать. Это на 6 жестких компакт-дисков для Библии. 5 дисков для архипелага ГУЛАГа. Потом все это перенесли на аудиокассеты с компьютера. Затем стали тиражировать уже для желающих на кассеты. Новый завет сделали отдельно. Это 13 аудиокассет. 18 часов 21 минута 19 секунд 755 мегабайт. Псалтырь. 3 кассеты. Звучание 4 часа 39 минут 24 секунды. 191 мегабайт. Стихи-игла. 8 кассет. Звучание 11 часов 17 минут 42 секунды 623 мегабайта. Записанные нами кассеты стоят каждые 15 рублей. Открылся талант у Виктора Николаевича Савченко, нашего воспитателя в лагере Стани. И он положил на музыку часть моих проповедей в стихах, кавычки. Так называю свои стихи, кавычки закрыты. Напел, играя сам уже, сам же, играя сам же на гитаре 24 моих стиха. Это вошло на одну аудиокассету. Звучание 1 час 32 минуты 39 секунд 85 мегабайт. Отец Нафанаил Судников подвигся духом ревности о житиях святых, чтобы их переиздать в новой орфографии, кавычки. Не в книгах издать, а для интернета, кавычки закрытые. И чтобы все места писания были по-русски. И он начал перепечатывать уже три тома, правда, не все подряд перепечатал. И приготовил для интернета. Я решил помочь ему и организовал трех человек на сканирование текстов и сам стал их обрабатывать. Это очень трудоемкая работа. Вот сижу по 14-18 часов в день за компьютером. И строчка за строчкой, слово за словом перевожу в новую орфографию. И не пропуская ни слова, и не добавляя ни слова. Получается, что в среднем в каждой книге, а их 12 в году по Дмитрию Ростовскому, кавычках, издание 1997 года, кавычки закрытые, Приходится менять или удалять по 110 тысяч знаков в каждом томе. Представь себе. Вышел из печати в ноябре 2003 года шестой том. Открытым оком. 752 страницы. Закончили симфонию на неканонические книги. 406 страниц. Работаю над седьмым и восьмым томами. Но времени совсем мало осталось. Ну, понятно, за один год. Да. Что было, сделал вас, спрашивают. Ну, вот которые там кричат, вокруг моей колокольни бегают, там мощатся, тявкают. Что они могут показать-то? Ну, ничего. Ничего. У них ничего нету. Поэтому митрополит Сергий сказал, говорит, называют его сектантом Игнатием. А почему? По зависти. Сами они, говорит, ничего, это сделать не могут. Да не только они, они не могут. Это вообще, любому понятно, что надо что-то иметь. Вот, видишь, журналы выходят, ведет за талантливым беседом. Вот дальше у нас наш православный видеоканал попутно показать. 3 млн 621 тыс. просмотров. Вот. Подписчиков. 4 тысячи 771. И вот тут помаленьку выставляем. Сегодня 5 выставил. Вот причина расставания с Виталием. Может, больше 3 тысячи. Видишь как. Ну, все, можно сказать. Петиция тут медведеву. Но меня не касается. Вот такой мой ответ. Ответ полный. Хороший.